Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, никуда вы от нас не денетесь Мы с Акушером посмотрим сейчас 5 бит Ферст пикнули Магнуса Хелборн ответил пиромайстерам и предаторам Мека за Хелборн Собственно в 5 бит за Легион И Банни, который вместе с нами только что радовался Ведь достаточно, кстати, эпичная и интересная первая игре Всем советую посмотреть ее, кто не смотрел В общем, теперь он занимает позицию керри В команде 5 бит И будет тащить своих ребят Ну, а мое личное мнение, что Бит слабее, чем Мека И слабее, чем Ауэйка Но именно за счет упорного труда Банни Они, в общем, часто выигрывают Ну, как бы выигрывают частенько из-за этого Вот так правильно я сформулирую Как это и было в решающей игре против команды Изи Где Банни вытащил на Дампире с Имморталом Не хотел он там умирать Аж прям вообще ни в какую И сейчас, я думаю, команда Ложет на него Возложит Возложит, да Или уже подвозложила на него огромные надежды Подложила, да И я думаю, что Даже не исключаю, что именно он будет играть на Арахне Хотя Кайстайл очень любит Арахну Знаю я эту информацию Может быть, будет Арахна мидовать А Банник будет изи-лайнить Вич-слейер Пиро и Вич-слейер лау Будет ли моя любимая комбо Пристреливать будут Арахну Эвейки тут комбы масс-ультами показывают А вот это моя любимая комбо Уомбо Дабл-дабл-шот Ванкил Практиковали мы недавно Играли с Кьюдеренджером Как раз вот этой стрелочкой И вдвоем на инвизи подтянулись керри оппонента Я говорю, ну что, Максик на раз-два-три Раз-два-три Разорвало Мощная Мощная тактика Красиво и эффективно Матер Аксус будет у команды Легиона И, кстати, на матрасе будет играть Кайстайл Да, именно так Дэдвуд Варбиз для Хеллборна И Легиону остается потенциальный Саппорт только Варианта других нет Мастер Фармс будет, скорее всего Скорее мой Торвились Поскольку Хардлайнить, я думаю, будет Магмус Ну или Изи Лайзнить, Арахна Соло И две даблы можно поставить Но в любом случае Фармилы Вернее Лайн Три линии всего И, собственно, три героя Выбраны были уже Там Арахнус, Арахна И Магмус Им нужно было два саппорта У Хеллборна Ж Это Непонятно кто Непонятно Нет, ну, собственно Ну, Предатор Дедут, Предатор и Вич Слеер Вот такие вот ребята Саппортящий Пиро И Хардлайнищий А-а Не Хардлайнищий Леснящий Реджендо, похоже Мне кажется Барбист Хардлайнищий Будет Ану или две даблы Тогда не будет Три фармилы Будет Что-нибудь Типа а-ля Дедвуда И Вич Слеера И Предатор и Пермансер Ну, как-то так Странно Получается Ли, похоже, будет саппортить Видел я уже один раз Такое исполнение Не сильно было круто Ну, наверное, да Наверное, это будет Вич Слеер Дедвуд Или же Пермансер Дедвуд Как захотят И с Предатором Соответственно, второй Или же Или же Крутая Дабла Пермансер Вич Слеер Может Ну, тут может быть Много Чего Как думаешь Мараксус С Алуной Пойдут на Хардлайн Пока непонятно Трейн В прямом И в переносном Паровозе Мараксус Ведет Свой трейн С команды В лесок Пропонентов И 5-бит Идут искать Врагов Но найдут Наверное Только волков Реджендик С шестью Бобрами Уже Пошел Пошел вниз А вообще Вообще С Мараксус Наверное Я бы На самом деле Наверное С Моа Наверное Убивать лучше С Алуной Стоять Приятнее Я вот так Думаю Но это Трипла Наверху Да Трипла Трипла Против Предатора Вячеслеер Предатор Стоит Вверху На самом деле Трипла У них Конечно же Выиграет А вот С пришедшим Пирамальс А Уже Уже По-моему Допер Ну это Правильное Решение Предатора Нельзя давать Пармить Хотя Ну спорная Трипла С Предатором Честно говоря С Магнусом Трипла Конечно же Эффективней Но Смотреть Надо По скилу По тому Как Будут Метко Кидать Скилы Ребята Плохо Будет Чувствовать Варбист Против Арахны Критично Плохо На самом деле Против Арахны Не знаю Ни одного Героя Который Хорошо Себя Чувствует Вот Просто Ни одного Путш Против Арахны Я чувствую Себя Хорошо Ну Такое Если Хукнул Хорошо Чувствуешь Если Фарми Что Плохо Ну Да То есть Надо Перетерпеть Просто Арахну Всегда Обычно Нужно Перетерпеть Чтобы Убить Некоторыми Героями На что Многими Героями Да Надо Ульту Дождаться Два Против Мора Я думаю Моракс Тут Конечно Будет Недоконтраливать Крипов Дебут 76 Дамеджа Это Больше Чем 53 Привно Сделать Своё Дело Опа Луночка Фирменный Промах Станем От Матфеникса То есть Это Замечалось За ним Серьезно Один Раз Именно Фирменный Промах Это На Фараоне У Феникса Фирменный Так Вообще Бывает Замечено То есть Тактически Он играет Правильно Но С таймингом Частенько Проблема Может Он не знает Просто у Вячеславера Не трехсекундный Стан На первом ловле Как бы Одна секундная В общем-то Один Вячеславера Стан На первом ловле Одна секунда А Матфеникс Думал Что Две Это Всего лишь От нас Просто Хотел Промаз Или так Вот А у Магмуса Кстати На всех Ловелах Одинаково Одинаково Много Сказал бы Я даже Ну На первом Ловле Ну Довольно-таки Трудно Политика Вот Застанет Там Рейнджа Растет А вот Неужели Триплос Предатором Сделает Бладласт И вот Феникс Звезда Этой игры Делает Бладласт Команды Хэллборна Но правда Отдает Тут же Свою Вичслейра Хотя Тут Не Еще Убьют Будут Не Убьют Ой Как Краешком Зацепил Но Предатор Прыгать Не Будет Еще Раз Но Обмен По одному Фрагу Пиромансер Взял Бладласт На Ботинках Вероятность Попадания Станами Резко Увеличится Странно Конечно Получилось Я Ждал Я Честно Что там Делал Мо Пошел Он Покупать Что На Свои Маленькие Деньги Батарейку Такой Симпатичный Аватар Умараксуса Я Его Еще Ни Раза Не Видел Почему Сам Особо За него Не Играю Поэтому Остался Брать Добрый Поразвозик Да У него Озвучка Клевая Все время Сделает Чу Все время Вообще Чух Чух Пап Трейн Лучше бы Так что Невать Да Что-то Типа Такого Ну Кстати О Мидллайнер Раза же Мы Заговорили 8 Крипов На Амараксусе Что Очень Круто По сравнению С тем Что У Дэд До Сего Дэд С Дэд Дэд Вау Не будут Размениться Будут только Уничтожать Не щадят Никому Мастер Фармс Откидывает Прагов Помогает Но здесь Уже Нет Словник Здесь Уже Всего Трипла Оло Слитая Трипла На Хардлайне Это Уже Половина Проигранной Игры Я считаю Так же Особенно Когда Предатор Слит Предатор Да Тем более Предатор Сейчас Надоест Он в лесок Сможет Заскочить Ему Эти два Саппорта Легко Смогут Настагать Для него Трипла Это Выгодная А для Легиона Еще И проигранная Кроме всего Вообще Просто Невыгодная Трипла Максимум Что она Могу Дать Это Быстрый Пока На Магмусе И все Но Уже Не даст Но Предатор Пока В лесок Не может Он Качается Чисто Под Триплу Ему Тут Выглядно Стоять Фраги Получает Ассисты Фраги Все Есть Крипы Даже Иногда Есть Арахта Кстати 22 Крипа А волку Мудрился Где-то Даже 8 Насобирать Это Думаю Метанием Топора Фирменным Собачками Собаки Собаки Кстати Дальше Есть Чего Поделать Ну Вот Сейчас Легион Тоже Апнул На Харбайне Третьей Ловела Может Тоже Попробовать Кого-нибудь Убить Комбайкнуться Немножко Не могу Понять Почему Не спамит Варбист Третий Скил У него Навкачан На Три А он Его Просто Не дает Он Стоит Аж Пять Маны И Он Его Не дает Причем Это Б В конце Концов Там Не то Что Немало Немного Немало А 33 Дэмэджа Что Вообще То Полтора Раза Увеличивает Дэмэдж Ребят Которые Там Стоят То То есть За За Не за Какие Деньги Сейчас Ребята Скажем Не могут Купить Эти 33 Дэмэджа Это Как Фейз Подарить Это Даже Нет Госты 24 Дают Да Въезд По лунке Отойдет Он Пока Что Подождет Немного Со стороны Ка Он Гостмарчер Как раз Стимбуцик Купил Тут Мараксус На хосте Может что-то Решает Кайстаю Кайстаю Бум Неплохо Взорвал хосту Хосту Будут Будут Заграть Я думаю Будут Да Ну там Кстати Есть Блаженство Какое Стану Мараксуса Не знаю Почему Пред выбрал Прыжок Вместо Стоунхайда Еще И хоста Очень удачно Кайстаю Заехал наверх Еще На хосте Возвращаться На медок Вообще Очень стремительно Все произошло Прибежал Убежал Даже Время И фарм Практически Вернулся Еще Вернулся На хосте Чуть 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 Ну Это сейчас Было Достаточно Хорошо Трипла Чуть Чуть Ожила Маленький Паровозик Показал Что Не такой Маленький Да Маленький Но ценный Да Как Это Паровозик Который Смог Да Вот так Вот это Примерно Звучит Внизу Даблдамаж Для варбиста Или Для мидера Скорее Для дэву Лес Лес Пойдет Взял Дэв Ганкающий Варбист Медллайн Ждем Думаю Не особо Может заганг Интересно Что варбист По лвлам Вообще Не отстает Хотя И 21 Динай Варбист Заганга Это Че Не Неплохо Заганг Неплохо Неплохо Откусил 281 Крит Показал нам Варбист Детали Откусил От паровозика Причем Деталь Креп Голову Машиниста Из кабины Достал Как-то так Паровозик Гангающий Варбист Увидели Готово Что следующее В нашем списке Дабла Глациуса Луна Я думаю Следующая В нашем списке Думаю Должна Глациуса Луна Нимфора Зевс Не Ну Нимфора Зевс Хорошая Кстати Соскучился За Нимфор Ямир Эльдвард Нам заскучился Я хочу на нее посмотреть А как же Нимфора Армадон Нимфора Армадон Тоже сильно На самом деле Сейчас В перерыве Между играми Эта игра Может оказаться Быстрой А может быть И нет Можем успеть Быстренько Катнуть Нимфора Зевс Тоже хорошо Действительно Да смачно Так Ну Блин Я не особо Люблю Зевса Да Нимфор Я пошпились Легко Всегда Разрешаю Нимфор Если поиграть Вверху Ну Таки Нимфор Все дела Надо поддерживать Без Подадут Да Дедвуд Не выживет Но корнем Хотя попал Нимфор 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 Тоже всем Разрешаю Тауэр 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 Без особых проблем Под крипов Под паучком Арахна Он себе Перемещается Волку Так Чем мне нравится Варбист Так это Вот 522 Он бегает И паук Арахна Не догоняет Он его просто Не догоняет Мило Мило Хочу еще Влица Кстати 602 Побегать Чтобы Блиц Убегал От Варбиста Кстати Можно и так Тоже Интересно Снова Въезд Магмут Будет Умирать Готов Будет Наверное Магмут Умирать Варбиста Получают Ой Пред застрял В одном крипе Один крип В одном крипе Застрял Арахна Без ульты Предатор Они наверное Ничего не будет Скорее всего Хотя Вот так вот Тебя могут 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 Неудачным путем Пошел Фулсноу Станхайд Станхайд Уже не спел И катиться Не будет Уже не будет Погибает Педата И тут такая ситуация Вообще На самом деле Что и Вечеслеер Тоже погибает Фокс Бани Бросать Бросать Надо было Мне кажется Сейчас Педатора Вечеслаера Или наоборот Как Но Вечесле Не надо Бойти На боковой Просто Вообще Не надо Въезд Везде Убийство Это круто 6-8 На самом деле Голды 11 Выигрывает Команда Хеллборна Уже 36 Проигрывает Это уже Большое преимущество Да Это уже Серьезно Сейчас полторы тысячи Отыграли А предатор Тем временем Мендес Купил себе И Достаточно Непоздно 10 минут Нормально Фармит Ну а у Легиона Фармит Нормально Только Арахна Собственно Говоря И Бани Тянет Свою команду Собственно Вверх Все-таки Перефармливает Маракс Плюс Тот же Баф От Варбиста Вообще Не оставлял Шанс Не давать Почему Редженты Варбист Роумит До сих пор Лучше Сдал Выжил Выход По Мараксу Подставился Толпой Под Мараксу Варбист Варбист Не до Роумил Ни одного Фрага Уже Победал бы Лес Фармить Хотя Он ждал Второй Скилл Чтобы Как бы В ганге Поучаствовать На самом деле Там Настолько Маленькая Разница Между тем Сколько Он Работает И сколько Кул Давница Что Собственно 8 секунд Забрали Наверху Тем временем Учлайра Интересными Вещами Занимается Варбист Ганг Баф Дается Привет Извините Но не Сегодня Хорошо Сориентировался МСВ Даже Казатема Не выдержал Таких Въезда От Средатора Просто Как бы Пумбик Из прошлой игры Задодосил Казатема Или Так Таустил Или Так Магнус ТПшку Дед Вот Идет На Магнуса Да Подрегеном Надо было Кидать Корни Мне Можно Обладать Вонюшку Креп Крипов Будут Корни Рано Слишком Выбежал Отличный В стороны Жип Прыжочек От Магнуса И Давид Давид Под Телепорт Пока Бариген Был Можно Было Невастить На Ну Просто Если Получится Попробовать Телепорт 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 Авто Телепорт по нормальным парнящим но и двумя моими комбо-омбо любимыми и пока мне нравится сильно тем более там вообще и дедвуд и пред и волк все вообще неплохо дикие пары да и как раз вот в этом случае ребята бульварк не пропустят пулю пулю дал ведь слэрт крипа но зачем он подошел в дальнего крипа только что с пули я пропустил я смотрю было божественно мараксус удивлен немного очень суровые ребята ну прямо сейчас вот сейчас он наверно просто подумал что ему она не нужна ну и же 1 мастерсис то это конечно было но я думаю может он так позвал вараксуса типа я отдал уже свою иди теперь ты ко мне фейт и в общем получился забайтил на ульту да ну там еще и кулдаун 150 секунд через 150 секунд еще 45 копеек ждет вечера почему нет интересно ну не так давно в принципе по параметрам апнули увечла руль с этим ставок мастере теперь чистый урон до раньше ждали все должны были апнуть в чиндж логи бы этой бета этой версии было написано что вы пера мастера еще будет две цели ульта но отменили поэтому это за это крутые изменения но супер дэмаж на самом деле как раз против предатора очень хорошо работает варбист точно летать и получает улетать мараксус есть под эту туда получится ли забрать да почему нет продолжить по пирам ансеру может быть получится получится хорошо вот вот сейчас трейд получился очень неплохой дабылки для маракс ну паровозик делаем паровозик справился смог предатор форме стаки своя атмосфера чем мейта вас дает до фармить все нормально хотя довольно странно если же он собрался лбит паразайт ему нужно больше файтится я считаю этот айтем для такого фарма прям не на фармить он тоже помогает обычно он хочет два айтема собрать чтобы но он ему особо пока не пригодился собрал на минуту три назад он если для фарма не юзает собственно в лесу я смотрю да он мог взять не до себе и дофармить этот паразит за считанные минуты в общем-то потом лесу вечер две секунды ульты бежит уже к рунжовому гриппу наверху да 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 смотрим бэйт бэйт номер два возможно кстати он хотел отменить пулю но фейкал ульту это как я фейкаю стан фейды который не фейкается раньше прикольно ульта у магмаса фейкалась когда он светился парик светился на сейчас нельзя нет нет по пиксели это то есть если р.с. и сразу ульта пошла в кулдаун нет она не пошла он просто не светится ну то есть он стоит ничего не делает как будто просто и холдиш на месте два одинаковых варда на иншентах даггер даггер купил себе в даггер будет воевать не сильно быстро но все равно полезно ну и не сильно долго в принципе 15 рабочий равна игра да такая идет что по экспириенсу что по галде хотя все таки отдаю преимущество варбисту с предатором предатором и бульварком надо люди все мне больше ничего не надо сам варбист плейте того раз носит за пару секунд он как и пушит и убивает еще все а тут арахна я не знаю что арахна будет делать с варбистом допустим даст предатором знаю с варбистом непонятно предатор она ким паучка просто и под стон хайдом даже ничего не сделать не сможет вот варбист будет бегать за ней не говоря уже том что дед вот ее ваншотить будет ловили на естом для нас ранее хоть не будут арахна то все-таки steam boots и energizer чуть уплотнилась но все равно там хпшки мало 2 700 на предаторе до сих пор не за это убит вот въезд по мастерам с мастерам с бафа на себя красную ульту и мараксус пытается продолжить по дедвуду и дедвуд кстати должен был умереть должен был умереть должен был умереть но не умирает вместо него похоже мастерам с пауэртрол от луки мимо дедвуд нет уже не улетит пока был 0 1 секунда до пока волк присоединяется к этому файту арахна мультернатор мастерам суббитву не будет с волком убежит но это же такое что это не так и слоя просто подпишу ничего не получил сверх тем временем пушек предатор на того что я золото продолжать все таки хотя на фарм крипов отказывался Сейчас у команды Легиона появятся Портал Хейвы, что у Маракса, что у Магмуса, и они тоже могут иницировать этого. Им за это и нужно зацепиться, чтобы все-таки переиграть этого предатора с Варбистом. Перестомпить что-ли, у них такой пик. Внизу Маракса пытались, ничего не получилось. То есть, Маа снова помог своей ультой, полезный такой. Немного затишья, никто никому не идет. Варбист, кстати, пока ничего не покупает, еще что денег. Наверное, это все-таки будет Абишел. У ребят три миличных керри, кроме его волка, это предаторы и Дэдвуд. И, конечно же, Абишел хорошо был бы и зашел бы замечательно. Ну, привет, кстати, Маднес Башерс. Никакого он санитариуса, ему не нужно. Так ему хорошо. Мараксус тоже с Дэдвудом так мило стоят с друг другом. Бачком замечают друг другу. Мараксус ест вот эту, сразу же Хикса от Вич Слеера. Будет ли продолжение от Пермайсера? Ну, тут, я не знаю, как в этих трех пацанах хоть что-то пережить. Комбо-вомбо. Комбо-вомбо. Не, пережи, не ультовал. Пребивать-то вот мы знаем. Редатор Башерс все приобрел. Ну ладно, до свидания. Башер, я же говорил только что, что Башер. Странно, что не инсанитариус, но ладно, Башер, так Башер. Смотри, на самом-то, в принципе, работает неплохо. И, возможно, позволяет быстрого конгора забирать, если ребята этого хотят. Тем более с волком, это может быть вообще очень быстрый конгор. Дэдвуд дерется с Алуной и... И от нас, скорее всего, с ней. Но погибнет, погибнет. Да, в связи должен, должен, да. Баник 4-0. Примерно как у Редженда, у него ситуация по смертям. Не умирали двое этих игроков. Но... Арахна... Боюсь, не покажет себя в этой игре. А по поводу игры, если Мека выигрывает 5 бит, то будет еще одна игра? Нет, она будет в любом случае. Эта игра решает только, пройдет ли... Имеет ли шанс какая-то третья команда, вот так вот скажем. То есть, если... То есть, как сетка лузеров, в принципе. Ну, примерно так, да. Ну, если сейчас Мека выиграют, то и Мека, получается, имеешь шанс. Но это ужасно, потому что, если Мека сейчас выиграют, а 5 бит, потом выиграют и Айвейк, то получается, это ситуация, о которой я говорил. Когда мы этими тремя играми ничего не решили, скажем. Они могут так бесконечно играть. Да, ну, если действительно по одному очку каждая команда получает, то мы придумаем им какое-то наказание, например. Ну, random.org. Да, я сговорил, что это будет random.org. Самое ужасное наказание. Идут весь по рахне. По рахне. Свитч Лайер не простит. Стадо. Не печатал. А ему за Хиксу, кстати, ассист бы не дали. Ну, я просто расстроился, почему бы я хули пустил. Переку на миде настучал Мараксу Солунковой. И 14-14 еще благодаря этому настал. Но Хеллборн 5 голды. Тысяча выигрывает с этим тавером, пронесенным, и 4000 эксп. Ну, тут вообще уже опасность у команды Легиона, потому что этот предатор с пяти стаги поймаем практически. Довольно-таки опасен. Да, Бульварк уже у него. Хотя я ожидал его, честно, наверное, на Д-2-рину. Ну, ладно, Бульварк, хорошо. Забирать будешь, да. Как раз Легион вообще не парится по наречи армора для своей команды. Ни одного арморного аэтома. Даже Грейвлокета, который бы смог в армор вдруг превратиться, тоже нет. Моа на гоустмарчерах. Мараксус такой, ничего не сделает предатору. Моа тоже вкусный, он просто с ульты дедовода умирает. Ну, я тут думал про гоустмарчеры на Моа. Возможно, здесь товар все-таки стимбутсы если купить. Я даже думаю, что арморные ботинки можно здесь смело покупать. Ну, на самом деле, стимы, конечно, лучше, просто потому что тут 3 физикал дамагера и 2 сумасшедших таргетных magic дамагера. И, конечно, выбрать оптимальный вариант просто невозможно. Действительно, наверное, пьюр хп лучше, хотя армор от преда и волка нужнее лейтгеймов. Ими не станут Вячеславеспероманцером в этой игре, а вот предстанут. А, ну тогда стимбутсы и грэмлокет. Да, стимы и арморный, сакрифайшн. Ну, да, да, который собирается из грэма. Стоит, правда, диких денег он, на самом деле. Но очень эффективно. 1600, если я не ошибаюсь. Да, очень дорогое. Но очень хорошее, хорошее очень на этом. И еще и 938 он стоит. Ну, он против Манки Кинга всяких спасает. И предаторов в том числе. Приджишь физикал. Да, да, он и отжирается, вроде, за счет физики. Если поможет бьет, то и не отжирается, собственно. Да. Магмусу не дадут, не дадут ультовать из Кустовой Волки. Будет Дженда хорошо сориентировался. Вячеславер, спортфалкейм, есть по Арахне. Если Арахну убьют, а ее, похоже, убьют. Дэдвуд продолжается своей ультой. Арахна плотная, конечно, под ультой Мастер Вамса. Но все же умирает. Это будет, ну, не совсем, какой-то тимфайт. Отлично, раз кастовался Магмус. Но все равно всех поубивают, как бы. Все равно всех поубивают. Предзав, сзади тактически башит Моа, чтобы он не убил Вечлаяра. Дриплкил для предатора. Я думаю, здесь... Мека выиграла точно, и плохо-плохо. Потому что если Вейк сейчас не выигрывает, то 5 бит. А мне вот только что, довольно-таки, 2 минуты назад написала пакость. Из команды Вейк спросила, что будет, если Мека выиграет 5 бит, а мы проиграем. Нельзя им проигрывать. Я сказал, рандом орк. А они говорят, проигрывают. Ну? В смысле, проигрывают, они играют? Эм... Ну, скорее всего, они просто так спросили. Ну, чего они должны проигрывать 5 бит, там, не знаю. Ну, надо написать, что нельзя им проигрывать. Нельзя, так и скажи, ему нельзя проигрывать ни в коем случае. Если проиграет, то выберите рандом. Я буду подкидывать монетку 3 раза, или рандом орк зайду и нажму. Потому что считать фраги, количество минут в играх и прочее, это уже не сильно оправданно. Надо, чтобы Вейк выиграли. Потому что вот в этой игре, собственно, мы увидели, что Мека выиграет 5 бит, 5 бит, шанс за собой оставляют. Но... Что интересно, у Мекки появится шанс только, если это будет 1-1-1. Ну, в смысле, у всех по одной победе. Ну, в смысле, у всех по одной победе. Ну, опять никто ничего не происходит. Конгора 25 минут уже никто не трогает. Тем более, для Хеллборна это странно. У них Башер, Владимир, Волк. Да, Предатор может подвинуть. Ну, с Волком это вообще моментально. Ох, не очень странно получилось, ведь Санэр должен, по идее, умереть очень быстро, но как-то он не хочет очень быстро умирать. В Арахну... Ого, по Арахне второго скилла он просто, наверное, 10 дэмэджа занес в льдой. Наверное, ну, может, 50. Ну, слишком сильная Маджик защита. Ну, там, 35, это очень много. То есть, где-то 90% резиста, да, получается, в Арахне. Барьер. Кто тормоз? И пауза для выяснения этих обстоятельств. А в чем был момент, мы еще не поняли, честно говоря, конечно. Въехал он в толпу пацанов и умер. Для нас это выглядело так. Не знаю. Да, я тоже особо ничего не заметил. Для команды Хеллборна. От предатора что должно было бы проследовать? Отстаньте, Арахна. Ну да, Магмус перефармирую этого. Расслабился, Банни. Не, ну так вот. Ну да, так и было, на самом деле. Даже просто именно дать все скиллы в Арахну, это еще и не больно, и странно. И тем более, это как была у меня когда-то история, я тут на экране показываю, тебе просто словами расскажу. Одна из моих любимых еще во времена моей команды. Стоим мы пушим Т2 Тауэр внизу, и у нас Баблус как раз завардил Клифф на нижней линии. Мы, Легион, идем в сторону Хеллборна. И Баблус Варди Тауэр завардил, видит, что там ребята мешкаются на хайграунде, блинкается к ним, с шеллсерфом пролетает под Т4 Таура, ставит там ульту, умирает и спрашивает, эй, а вы что не продолжили ничего? Вот, то есть примерно на, я сейчас посчитаю даже, примерно на 4 с половиной тысячи рейнджей от нас он блинкался, при том он единственный с блинком в команде, ну так на всякий случай. Рефрешера ему не хватало. Да, только рефрешера, то есть вот он под фонтан залетел к врагам, поставил ульту, дал сало, умер, эй, оу, а где продолжение, команда? Я думаю, в каждой команде был такой момент. Конечно, такой момент был, но этот вообще очень надолго нам всем запомнился, на всю жизнь, в общем-то, и я хочу сказать, что как ни крути, а предатор, для справки, прыгает на 600 рейнджей, на 650, да, а вячеславер с блинком на 1200, то есть в два раза больше. И, соответственно, если блинк, в основном, в фулл рейнджу раздал все контроли и ультанул в варахну на 50 дэмэджа, то это не факт, что предатор вообще добежал. Как минимум, вот такая вот ситуация. Ну, может быть, момент и подловил Паша, может быть и нет, но вячеславер, короче, умер, и дальше не произошло ничего, ха-ха-ха. Да, на самом деле, чтоб тут не произошло, но предатор-то не меняется. Ну, естественно, все так же опасен. Да, предатор все так же опасен. Просто плейт в сборе, башер, мэднес, это уже достаточно злая автарка. И с ней он может, хотя и вроде как маленький дэмэдж, 150 с руки, но это все неправда дамажит он в основном третьим скиллом. И кучу минус армора настакивает, поэтому все это все равно адская боль. Странно, что еще не убили конгора, а вот идут, вроде, да, его забирать? Да. Нет. Мечется. Наконец, 30 минут. Хотя, вроде бы, могли забрать еще, когда предатор-то предатор. Да, могли забрать на 10 минут. Волк только Владимир купил, сразу могли забрать. Кстати, очень быстро падает кондор, хотя на него не работает пассивка предатора, но падает он реально очень быстро. Есть токен, токен как раз и для Фулсноуа, ну и я думаю, что это time to concede. Конечно же, пред неубиваемый, он может подыраться один в пять и, скорее всего, выйдет победителем. Плюс там у Дедвуда и Шанкинхед, и... Да, Дедвуда не нужно было рашить бульвар, он полностью был у предатора, волку, тоже не нужно никакие бульварки, он тоже может легко собирать. Вообще, что хочет, я не знаю, может с Майти Блейдом бегать. Дагон. Да, даже кодекс. Кодекса не хватает. Пошли сразу, Низом, не ждали каких-то минут на фарм, в связи с токеном, просто запушить. Пошли, ребята, и пуш будет быстр. Хелборн уничтожил легионную тварь. Магмус, заставил собаку. Собаки же сбивают ему ПК постоянно. Дедвуд въезд по Арахне, продолжает предатор, ее пытаются сейвить толкалкой. Получится ли, Мараксус контреницирует, но Арахну все-таки догоняют предатора, не остановить, поэтому Стоунхайд, Стоунхайд, правда, уже закончился, но это не так важно, поскольку Арахна умерла. Хелборн очень сильно может дайвить на хайграунд, чем они пользуются, вообще ничего им сделать не могут. Собственно говоря, как я и говорил, с токеном игру можно было уже консидировать к игру и законсидала команда 5-бит. Мека отыгралась, выиграла все-таки второй матч, но уже против другой команды, и, соответственно, как бы непоказательно это, но теперь Эуэйк против 5-бит. И в этой игре, если 5-бит выиграть вдруг, то будет вообще очень смешной, слабо эффективный вечер. Болеем за Эуэйк. Болеем за Эуэйк, потому что тогда мы хотя бы будем знать точно, что Эуэйк выиграет, иначе придется придумывать новые эксперименты, и мы уже предполагали, что это могло быть 5 на 5 на Армадонах, например, вот еще варианты у нас были. На Блэксмитах больше, там же как бы Атлако. 1 на 1 на Манки Кингах, но это ничего интересного. Мидварс 5 на 5 был вот такой вариант. Ну, хороший, короче говоря, что-то придумаем мы, потому что иначе ничего не будет понятно. Оставайтесь с нами, в это ничего не понятно, мы ворвемся тоже через пару минут. Дорогие зрители, будем надеяться на ваше присутствие так же. Субтитры сделал DimaTorzok